Первым проектом в рамках сотрудничества станет новая общественная баня в поселке Водное Ухтинского района. Ветхое здание старой бани недавно сгорело, а до этого не эксплуатировалось почти 10 лет. Все это время многим водницам приходится ездить мыться в Ухту. Многие ходят в бассейн, чтобы помыться. Не то, что там поплатно. Тут и неблагоустроенные есть дома, которых нет вообще в Анне. Старых домов много, а так люди в город ездят, так это же тоже не очень удобно. Новая баня будет деревянной, расположат ее на месте старой. Проект струба общей площадью около 50 квадратных метров мэр Ухты уже обсудил с руководством Луза Леса. Как и перспективы дальнейшего сотрудничества. Взять пример, допустим, те же Кейдва, Паромес, там, вернее, да, там у нас, знаете, татуары деревянные. Они уже давно-давно сгнили, раньше, когда были леспонхозы, где-то как дышали. Ну, я думаю, таким образом, вот такие вот вещи. Хотя для нас они вроде бы и незначимы, но для тех людей, которые проживают, это очень большое дело. Я буду, конечно, обращаться в дальнейшем тоже. Я думаю, что любые вопросы, которые будут им по плечу решать, они это сделают. Компания Луза Лес является местной компанией, социально ориентированной. И все, что мы делаем, мы делаем на благо жителей, живущих на территории Республики Коми. Не то, что какой-то определенный район, а именно на благо всех жителей Республики Коми. Сотрудничество коснется разных сфер. Луза Лес готов выступать не только спонсором, но и работодателем. Сейчас компания реализует очередной инвестиционный проект и остро нуждается в высококвалифицированных специалистах. В их подготовке Луза Лес очень рассчитывает на Ухтинский вуз. Уже с этого года организация готова принимать студентов ИГТУ на производственную практику. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрген, Ухта.